добрый день уважаемые ученики рада приветствовать вас на нашем канале тема нашего урока ветер сегодня на уроке мы с вами узнаем о направлении о силе и скорости ветра ребята воздух он всегда движется если мы помашем веером около лица мы ощутим легкий ветерок движение воздуха в горизонтальном направлении называется ветром ветер возникает тогда когда на место теплого воздуха поступает солнечный свет ребят он распространяется прямолинейно и нагревает поверхность земли от земли нагревается воздух он становится легче и поднимается наверх воздух на поверхности воды остается холодным потому что вода нагревается медленнее чем суша холодный воздух с водоема движется на сушу замещая теплый воздух так возникает перемещение воздух который мы называем ветром в ночное время все происходит наоборот воздух нагревается на поверхности водоема так как вода остывает медленнее чем суша теплый воздух поднимается вверх а на его место суши перемещается охлажденный воздух таким образом ночное время ветер дует суши в сторону воды и так у нас мы узнали с вами как у нас возникает ветер давайте еще раз на этом остановимся как мы узнали ребята ветер образуется благодаря свойства воздуха расширяется при нагревании и сжимается при охлаждении солнце нагревает поверхность земли и одинаково в тех местах где нагревается сильнее воздух становится теплее и поднимается кверху его место стремится занять холодный воздух так возникает движение воздуха в природе то есть ветер а ребята давайте мы теперь узнаем какие же бывают ветры ветры бывают разные бывают легкие теплые приносящие освежающую прохладу приятно да ребятки а бывают сильные и грозные ураганы тайфуны и смерчи они приносят очень много разрушений откуда же возникает ветер как мы узнали поскольку воздух у нас невидимый мы не можем увидеть ветер но зато мы можем почувствовать как он дует в лицо и и понаблюдать за тем как качает верхушки деревьев воздух не стоит на месте он движется движется потому что нагревается теплый воздух легче холодного он поднимается вверх а на его место занимает холодный это движение потоков воздуха создает ветер ребятки вот например положите легкое перышко на горячую батарею оно полетит вверх вместе с потоками нагретого воздуха проделайте этот опыт очень интересно в наше время ребята люди научились энергию ветра превращать в электрическую в местности где часто дуют сильные ветры устанавливают ветровые электростанции или по-другому их называют ветренки то есть ветер нас значит дают электроэнергию если так можно сказать да ребятки а теперь давайте мы с вами поговорим а какую же вред и пользу приносит ветер например без ветра не было бы дождя над суши ветер уносит грязный воздух из городов с помощью ветра получает электричество как мы уже сказали да ребят ветер разносит семена растений и ветер помогает передвижение летающих животных это польза ребята до ветра но кроме этого существует а также его отрицательные стороны то есть вред например давайте еще раз остановимся как мы уже сказали у ветра есть и полезные и вредоносные функции но остановимся еще раз на полезных очищает воздух от вредных газов вырабатывает электроэнергию переносит воздушные массы разносит семена трав и перемещает сюда в море это полезные а теперь отрицательные ветер съедает горы сглаживает формы рельефа сдувает плодородный слой почвы разрушает селение вырывает с корнем деревья и тому подобное и так далее то есть это только часть но вы видите что ветер он приносит и положительно у него есть и положительные стороны то есть польза и а также отрицательные ребята чтобы определить направление ветра люди используют флюкер он перед вами ребят это прибор для определения направления ветра обычно скорость направления это меняется из-за смены холодного и теплого воздуха направление ветра определяется по стороне горизонта с которым он дует например если ветер дует с севера его называют северным если ветер дует значит юг с юга как вы видите на картинке да ребят то есть это уже южный ветер он теплый а северный ветер естественно он очень холодный и люди определяли направление ветра с помощью этого устройства он состоит как вы видите из вертикальной оси и свободно вращающимися горизонтальным указателем при этом ребятки одна половина указателя тяжелее другой легкая половина флюкера или стрелка поворачивается туда куда дует ветер а тяжелая часть или противовес оказывается с той стороны откуда дует ветер и современные флюкера значит сейчас у вас на картинке оснащены электро электронными датчиками а ребятки на земле есть также постоянные ветры они всегда дуют в одном направлении у нас в стране не определены значит 23 постоянных ветра но среди них ребят есть самые сильные это сайканский шиликский аристанкабакский карабахский кардайский мугалжар скинский и ребятки значит вот самые сильные пять ветров которые есть у нас в казахстане ребятки а теперь пожалуйста откройте тетради рабочий лист 46 ребятки внимательно посмотрите на картинку покажите стрелками определите как движется воздух покажите направление движения теплого воздуха красными стрелками а холодного воздуха синий рабочий лист 47 определите составьте определение что такое ветер вам дается ряд слов из них нужно составить предложение и написать что же такое ветер а также ребята вашему вниманию фильборд раскрасьте найдите фильборде и раскрасьте скрытые слова составьте из них предложение очень интересное задание следующее задание ребята у нас урок рабочий лист 48 как мы уже говорили выше о пользе и вред и значит о пользе и вреде ветра мы говорили прочитайте на облачках название процесса раскрасьте синим положительные а красные отрицательные и рабочий лист ребятки 49 верно или неверно влияние ветра а также построить диаграмму я вам уже написала скорость ветров пяти самых сильных ветров построите пожалуйста диаграмму и для закрепления материала ребята прочитайте учебный материал на странице 62 65 и выполните работу в тетради спасибо за внимание